Здорово! Что бы вы подарили своему ребенку на Рождество? Игрушку? Книгу? У вас стандартное мышление. Что ты должен сказать? Если хочется суши. Верно. Сказать. Мне пришел заказ. Я заказываю суши. Здрасте. Фиг ее знает, какая-то она подозрительная. Она что-то задумала. Так, если я хочу рассказать, у вас ручка есть? У меня есть вот это. Это хорошо. Очень красиво. Вот почему российский рубль такой нестабильный. Интересно, что бы она с ним за плов сделала? У нее что, трясиськи как в фильме «Вспомнить все»? Или тот, кто снимает ствол на него наставил, а на грудь показала, чтобы он не расстраивался? Это что за такой ответ на вопрос? Я извиняюсь, у вас сигарета есть? У меня есть вот это. Бомба сейчас рванет. Нужно перерезать провода. У кого-нибудь есть нож? У меня есть вот это. Мам, пап, это Оля. Мы с ней поженимся. Олечка, у вас есть образование? У меня есть вот это. Очень красиво. Ну и в конце. Хорошо. Все. Вот так. Он так спросил ее все, что стало понятно, что он на нечто большее рассчитывал. Стопудово он расстроился. Свадьба это всегда самый счастливый день для двух человек. И, конечно же, все спешат поздравить молодоженов с этим замечательным событием. Очень душевно, прямо до мурашек. Что про детей скажешь? Да хули дети. Кого родишь, что ли, те пускай исполнись. Что-то свадьбы в последнее время не обходятся без странных персонажей. Я даже представляю, как через много-много лет жених с невестой будут вспоминать эти слова. Давай посмотрим видео с нашей свадьбы. Вспомним тот чудесный вечер. Конечно, дорогой. Со свадьбой со всех планет. Причина его настолько искренних пожеланий выясняется позже. А ты к кем к Славе приходишь? Да никем, просто. А как ты тут оказался? Да просто в гости подъехал. А, ну понятно. Знаете, друзья, на свадьбу нужно звать только знакомых людей. Иначе будет вам. Кого родишь, что ли, те пускай исполнись. Как же это приятно, когда тебя радуют всякие мелочи. Мороженое в жаркий день, случайно наблюдаемая радуга в небе. Ну или это. Опа, на нихуя тебе! Ты это видел? Парня ж пробрало от трюка. Как будто он всю жизнь тренировал его, и тут успех. Надо делать прыжок с трюка олимпийским видом спорта. Медаль у нас 100% будет. Опа, на е... Лучше бы это сочинение в школе он отлично писал и так радовался. Крайнов, твое сочинение прекрасно. Оценка 5. Опа, на нихуя тебе! Главное, чтобы все окружающие также оценили его прыжок. Ты это видел? Видел? Можно я теперь ковер выбью? А вообще, я желаю вам также радоваться своим достижениям. Также самым маленьким. Опа, на нихуя тебе! Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока. Субтитры подогнал «Симон»